В деле об убийстве сотрудником ДПС Александром Гусевым 19-летнего азербайджанца Викила Абдулаева российская фемида продолжает пробивать дно. Теперь из друзей убитого Абдулаева, арестованных за сопротивление полиции, лепит образ этаких закоренелых уголовников. Как теперь рапортуют российские СМИ Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, которые уже находятся под арестом за нападение на полицейского, стали фигурантами еще одного срочно открытого уголовного дела. Оказывается, осенью 2020 года в Новосибирске молодые люди припарковали на газоне свой Лексус. Один из местных жителей сделал им замечание. Тогда по версии следствия, Исмаилов и Курбанов напали на него, избили и отобрали деньги и телефон. Потерпевший якобы уже тогда обратился в полицию и даже предоставил видео с автомобилем напавших, на котором виден газномер машины. Но вот незадачи тогда правоохранители виновных не нашли. Но теперь неназванный мужчина увидел своих обидчиков в теленовостях, обратился в полицию по новой, и тогда уже следственный комитет оперативно забрал материалы дела из МВД и предъявил Исмаилову и Курбанову новое обвинение. Проще говоря, российская Фемида усиленно превращает потерпевших и неудобных свидетелей по делу об убийстве Викила Абдулаева в обвиняемых. Причем делает это на редкость грубо, топорно и непрофессионально. В самом деле, конфликты из-за парковки, конечно, случаются. А замечания, сделанные случайным прохожим, могут перерасти в потасовку. Но вот в отобрали деньги и телефон уже не верится от слова совсем. Лексус – автомобиль дорогой, даже если его купили подержанным. Причем дорогой и в эксплуатации. И что же, молодые люди, которые водят Лексус, вдруг решили поживиться карманными деньгами и телефоном у обычного прохожего. И если телефон отобрали, то какое видео предоставил потерпевший. Но самое главное, не слишком ли своевременно всплыли эти новые обстоятельства. В самом деле, по горячим следам, располагая видеозаписью с гасномерами злополучного Лексуса, доблестная российская полиция злоумышленников не нашла. А теперь, после убийства Абдулаева, тот же следком, чей глава Александр Бастрыкин распорядился освободить Гусева, весьма оперативно возбуждает уголовное дело по инциденту более чем полугодовой давности. Что это, непорядок в новосибирской полиции? Или же на фоне скандала вокруг убийства Абдулаева из его друзей срочно лепит этаких матерых бандитов? И означает ли это, что даже в весьма своеобразных российских условиях дело о сопротивлении полиции грозит рассыпаться в суде? А посему друзей убитого Викила Абдулаева требуется посадить в тюрьму хоть за что-нибудь. И с учетом того, что через полгода после избиения экспертиза уже ничего не покажет, в дело срочно добавили отобранные деньги и мобильный телефон. Но а так, как поговорку на гнилой воде с едобной пищей не приготовить придумали не зря, неудивительно, что на выходе получился этакий концерт для рояля в кустах с соло полицейской сирены. Который если кого-то в чем-то и способен убедить, то прежде всего в вопиющем непрофессионализме российских правоохранительных органов, помноженном на ксенофобию и чернофобию. А если учесть, какие фигуры и какие силы втянуты в этот концерт, то уже не остается сомнений, эти самые чернофобия и ксенофобия представляют собой системную проблему российской власти и российского общества. А игра на национализме в многонациональных странах еще никогда не доводила до добра.